Всем привет из Киева, столица Украины! Сегодня 31 июля 2015 года. Я Виктор Фурсов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института зоологии Академии наук Украины. Вам интересно, какие есть в Украине небезопасные беспозвоночные животные? Вам интересно, какие небезопасные беспозвоночные животные, насекомые, пауки, клещи, могут вас кусать, могут вас раздражать и вредить вам? Но ТОП-10, это тогда видео для вас. Почему ТОП-10? Я выбрал ТОП-10 различных групп беспозвоночных животных и расскажу о них, начиная с самых менее опасных и менее безопасных, поднимаясь к вершине к тем, которые имеют наиболее опасное значение именно для здоровья человека. Не для его безопасов, не для сельского хозяйства, а именно для здоровья человека. Начинаю я с домашних тараканов, домашних. Точнее говоря, два вида тараканов, которые могут встретиться в вас дома. Это Блатта ориенталис, черный таракан, и пруссак рыжий, таракан Блатте для джерманика. Почему эти два вида небезопасны? Потому что они не только раздражают вас, когда вы входите на кухню или в вашу ванну, Кроме того, они на своих лапках могут переносить яйца и эльминтов, глистов, а также бактерии, туберкулеза, дизентерии и других неприятных заболеваний. Поэтому, если из вашего мусорного ведра тараканы перебегают на стол, они могут принести вам большие неприятности. От них нужно избавляться. Однако, они самые менее безопасные. Итак, следующая группа номер два. Группа номер два – это двукрылые или мухи. Эта группа достаточно широка. Но сюда пришлось включить трех представителей. Прежде всего, это комары, которые вас кусают и раздражают даже в городе, а также, конечно же, за городом или в лесу. Это слепни, которые чаще всего встречаются около водоемов, потому что их личинки живут в водоеме. И, конечно, это домашние мухи. Домашние мухи, которые и в городе бич прилетают с различных мусорок. Ну, а в сельской местности, извините меня, они всегда и везде встречаются, если не закрываются двери, если не соблюдаются правила гигиены вокруг домашнего хозяйства. От всех этих насекомых желательно быть в стороне. А от таких, как домашние мухи, желательно избавляться. От комаров вы можете избавиться, только натянув сетку в своем доме. Потому что комары будут вас кусать, к счастью, они не переносят малярию в Украине, но, тем не менее, раздражать они вас будут. Случаи малярии, это уникальные случаи, однако они бывают, потому что народ сейчас мигрирует туда-сюда, и в тропики, и в Южную Америку, и в Таиланд, и в Лаос, и в Вьетнам. И иногда такие случаи приезжают в страны бывшего Советского Союза, например, откуда-нибудь из Афганистана. Но это уникальные случаи, о них мы поговорим отдельно. Отдельно, следующий номер 3, это номер 3, муравьи. Муравьев вы, конечно же, знаете. Муравьи встречаются где? Не только на вашей даче, черные муравьи, обычный Лязиус-Миггер, но также может быть и муравей фараонов, Мономориум фараонис, крохотный, маленький, как точечка, который будет идти к вам в сахарницу и таскать сахар куда-то за шкаф. От них тоже нужно избавляться, потому что они теоретически могут переносить некоторые заболевания. Кроме того, они, как говорится, тырят ваши сисные запасы и вас раздражают. Тем более, что если вы пустите все на самотек, фараонов-муравьи на вашей кухне организуют огромную колонию, в разных местах будут жить самки, и избавиться от него будет очень сложно. Поэтому от домашнего муравья желательно избавляться, а вот от других, например, того же черного муравья, желательно, может быть, избавляться только на даче. А вот в лесу муравьи приносят неизменную пользу, потому что они уничтожают вредителей. Однако, конечно же, если вы на биваке и вы сядете мягким местом на муравейник, муравьи не будут защищаться. Если вы полезете рукой в муравейник, хотите стырить оттуда муравьиные яйца для рыбалки, муравьи будут защищаться, потому что они выпрыскивают муравьиную кислоту, они могут по восьмому и в лицо. И, конечно же, даже если обычный рыжий муравей лесной укусит вас за руку, ничего, а если их укусит 10-20 или больше, то вы почувствуете легкое неприятное, так сказать, почесывание, и ваши руки будут чесаться. Особенно, если вы поставите свою палатку рядом с муравьями. От них желательно быть немножко в стороне, но с ними лучше не бороться. Они полезные насекомые. Муравьи, которые живут в лесу, в поле, и даже черные муравьи, живущие рядом с вашей дачей, старайтесь их, если перекопали, выкопали, отнесите куда-нибудь в лесопосадку. Следующая группа, которая неприятна, но тоже не очень хороша для здоровья человека. Кроме всего прочего, это блохи и вши. Может быть, вы их даже и не видели никогда. Не видели ты, не видели, но слышали. Блохи, конечно же, чаще всего встречаются на ваших домашних питомцах, потому что человеческая блоха очень редко встречается в городских условиях сейчас. А вот воши, воши, конечно же, могут к вам попасть от тех, кто является переносчиком. Другие немытые товарищи, которые иногда шастают по улицам и по метро. Вот они могут вам передать счастливую вошку, которых, кстати говоря, две. Есть лобковая вошь и есть плотиная вошь. Но воши чем неприятны? Воши являются переносчиками тифа, сыпного тифа и возвратного тифа. К счастью, сейчас вспышек заболеваний таких нет, потому что они успешно подавлены. Но теоретически они это могут делать. И желательно от вошек избавляться различными мазями, спреями, инсектицидами. Если что-то у вас вдруг зачесалось где-то в неожиданном месте, кроме всего прочего, блохи, они перепрыгнут на ваших домашних питомцах, кошечек и собак, они тоже будут чесаться. И это будет сигнал, что у них, скорее всего, блохи. Поэтому их тоже нужно смазать на загривке, как говорится, инсектицидным. Или кремом, или спреем. И тогда они сразу разнесут это по всему телу, потому что обычно они впитываются в кожу и в кровь. И от блох будете избавлены. А от вошек старайтесь соблюдать правила гигиены и не контактировать с грязными людьми, не соблюдающими правила гигиены. Поэтому следующий номер 5. Небезопасное беспозвоночное животное. Это чесоточный клещ. Тоже, может быть, вы слышали, но вряд ли вы его видели, или потому что чесоточный клещ очень маленький. Можете посмотреть в интернете. Вот в таком увеличении будет огромный страшный клещ, потому что очень маленький, меньше миллиметра. Однако, попадая на мягкую кожу, например, лица или головы, он вбуряется под кожу и протачивает там ходы самочка. Тем самым вызывает сильнейшее раздражение. Чесоточный клещ. При этом он вызывает раздражение. И, конечно же, кроме того, клещ откладывает яйца, потом он размножается и приносит вам неприятности в виде чесотки. И, конечно же, если это на лице, будут еще волдыри. Такие будут различные неприятные ощущения. И, конечно же, волдыри, прыщи, все это прочее в результате этой чесотки. Желательно также применять различные мази, кремы, от которых лучше избавляться в случае появления первых неприятных степлонов. Чесоточный клещ. Следующий, номер шесть. Неприятные насекомые. Насекомые неприятные. Это гусеницы. А это личинки, бабочек, гусеницы. Но не все гусеницы. Вам не будут видеть маленькие гусеницы в яблоке. Совершенно безвредно. Вы можете даже ее съесть, она не страшна. А вот гусеницы с волосками. Например, непарный шелкопряд. Например, сибирский шелкопряд. Например, походные шелкопряды, которые обитают на дубах. Дубовый походный шелкопряд. Может быть на дубе. И все дерево съесть, а потом перемещаться на другое дерево, которое тоже он хочет съесть. Гусеницы. Обычно полосатые. С пятнышками. С красными, белыми, синими пятнышками. Они показывают, не трогай меня. Вот эти пятна, яркая окраска. Говорят о том, что не надо трогать эти гусеницы. Потому что волоски обламываются. Если возьмете волосатую гусеницу в руку, а с нее обломятся волоски, вопьются вам в кожу. И вы их потом разнесете по лицу, попадет в глаза. Это вызовет сильнейшее раздражение, конъюнктивит. И сильнейшую опухоль и на ваших глазах, на вашей шее, и лице, и на мягких тканях рук. Итак, не трогайте волосатых, неприятных гусениц, которые являются личинками бабочек. Их довольно-таки много. Это различные как она пряды. Это различные шелкопряды, как я уже говорил. Не трогайте волосатых гусениц. Следующие неприятные насекомые, которые могут вам навредить. Это жалящие насекомые. Жалящие насекомые, их все обычно стараются избегать. Некоторые несколько групп, которые все-таки везде распространены. Всех их знают. Но иногда, как говорится, рука так и тянется кого-нибудь схватить. Особенно у ребенка. Задача вас, ваших, как родителей, сказать, что не надо хватать, что не нужно вот своей маленькой лапкой. Потому что если ребенок схватит пчелку, асу или шмеля, получит большой укус. Большой, поменьший или не очень большой, но крайне неприятный. Седьмым номером в моем списке стоят шмели. Шмели достаточно миролюбивые насекомые. Они не нападают никогда на вас сами. Но если вы их схватите и будете придавливать, шмель вас укусит. В конце лета летают, правда, и самцы. И рабочие шмели, самцы, они не кусаются. У них более длинные усики. Но вы-то можете этого не распознать. Конечно, если ребенок схватит, например, самца шмеля, он его не укусит, потому что у него... Он его не ужалит, потому что у него нет жала на конце брюшка. А вот домашняя пчела, которая родственница также шмеля, она ужалит. Домашняя пчела номер 8 в моем списке. У домашней пчели есть жало. Жало крайне опасное, потому что оно может застрять в вашем теле. И оно обязательно там застрялено, потому что так оно устроено. Оно в виде зазубри. И оно будет качать, качать яд в вашу ранку, пока ваша ранка не наполнится этим ядом. Поэтому жало пчелы нужно срочно и немедленно выдернуть. Старайтесь его не сплюскивать с боков, потому что вы сдавите ядовитую сумку, в которой находится яд, и впрысните наоборот туда яд. Тихонечко его соскоблите с себя. Соскоблите с тем, чтобы поменьше яда попало в вас из сумки. Потому что когда пчела жалит, жало впивается, оно зазубрено, а еще сумка вместе с мышцами все еще продолжает впрыскивать яд. И поэтому ваши опухоли где-то на лице, на руке или на голове будет крайне неприятно. Следующее опасное насекомое – это осы. Осы тоже жалятся, но кроме всего прочего, они могут жалиться несколько раз. Почему осы? Потому что это общественные осы, они защищают свое гнездо. Если вы их хватаете, они защищаются, они жалятся. У них гладенькое жало. И гладеньким жалом они могут жалить несколько раз. Ужалил, вытянул, ужанил, вытянул, ужанил, вытянул. Тем самым несколько раз может получить. Поэтому если вы увидели норку в земле, в которой живут желтые с черным осы, размером всего лишь один сантиметр, это будут, скорее всего, общественные земляные осы. Веспа, пуля, германика. Не надо лезть туда и раскапывать ее, потому что они вылезут все оттуда. Все 500 экземпляров, 1000, а может быть 2000 экземпляров выйдут и будут вас защищать свое гнездо и вас хорошенько пожарят. А кроме того, есть крупные осы, которые вот здесь у меня находятся. Один экземпляр. Наконец-то я его могу показать. Он спокойно сегодня прилетел в лабораторию с улицы здесь, на улице Богдана Хмельницкого. И это шершень. Потому что уже вывелись, в общем-то, самки шершней, которые будут зимовать. И они будут искать местечко для своей зимовки. Не похоже, что это рабочий осырь. Скорее всего, эта самка достаточно крупная. Хотя может быть и рабочий. Он не мог найти себя, как улететь. Но этот крупный, 2,5 см оса, шершень, наиболее опасный. Если он попадет вам в волосы, прижмется там, вы его прижмете, он укусит вас так, что вы будете долго этого помнить. Не надо трогать шершня, не надо подходить к его гнезду, потому что шершень очень сильно кусается. Это крупная общественная оса из семейства Веспида. Веспа крабра. Шершень, конечно же, вредит отчасти пчеловодам, потому что он ворует и мед, и убивает пчел, приносит их для питания своим личинкам. Однако, чаще всего шершни живут в лесных массивах, в лесопосадках, подальше от человека. И там они обычно не мешают человеку. Если же, конечно, они попали в ваш погреб, где организуют крупное гнездо, и вы будете открывать гнездо, обязательно на вас нападут и уж жалят. Поэтому вам придется от них избавиться. Поэтому будьте осторожны с шершнями и с другими общественными осами. Но не убивайте их всех подряд, потому что они полезные насекомые. Чем они полезны? Тем, что они убивают и приносят, как питание для своих личинок, других насекомых. Среди них множество различных вредителей. Гусениц, жуков, маленьких жучков, крупных жучков, которые являются вредителем сельского хозяйства и садового хозяйства. Тем самым они приносят огромную пользу, освобождая и лесные массивы, и садовые участки, и от мух, мясных, подальных мух, которые раздражают и комнатных мух. Потому что оса сначала нападает, жалит муху, а потом отрывает ей крылышки и делает из нее мясную коклету, кашицу, которая кормит своих личиночек. Поэтому осы считаются полезными, хищными, полезными насекомыми. Но не забывайте, они будут защищать свое гнездо и ужалят вас. Итак, следующая группа номер 10. Номер 10 пришлось включить двух. Номер 10 и 11, которые стоят опять-таки на первом месте по своей небезопасности. Даже не шершень. По небезопасности пришлось поставить сюда эксодовых клещей и паука каракурта. Эксодовые клещи встречаются даже в городских условиях. В некоторых парках, которые имеют хорошую траву, в которых живут множество и птиц, и особенно грызунов, в природных парках, там наблюдаются вспышки размножения эксодовых клещей, которые живут на домашних. Не на домашних, а на бродячих животных. Например, они живут на бродячих собаках. Кроме того, они живут на ежиках. Кроме того, их множество личинок подпитывается на змеях, на ящерицах и особенно на грызунах. Ну и также они мигрируют даже на птицах. А вот когда вы приходите в этот парк, в котором есть зеленая трава, приходите по ним, и эти эксодовые клещи могут переходить на вас. Сначала может быть личиночки, которые в начале лета, или даже взрослые клещи, эксодовые, которые впиваются своим стилетом, впиваются, очень сильно потом залезают в ваше тело, и вынуть их можно только при помощи, конечно же, удивительного, хорошенького пинцета или при помощи некоторых специальных приспособлений, которые продаются в ветеринарных магазинах, которыми выкручивают, выкручивают ксодового клеща или, по крайней мере, при помощи ниточки, которые вы будете тоже выкручивать и выдергивать клеща, если он к вам впился. Клещи небезопасны, потому что они переносят разные заболевания. Прежде всего, клещевой энцефалит, болезнь Лайма и множество других неприятных возбудителей и вирусных бактериальных заболеваний. И заболевания с простейшими, что крайне неприятно, потому что они могут попасть в кровь, а потом в другие ваши органы. И, конечно же, паук Каракурт разделяет первое место, потому что паук Каракурт обладает паралитическим небольшим ядом. Он, конечно, не думайте, это не юрза, это не кобра, это не его воздействие. Через одну минуту с вами ничего не случится, но, тем не менее, если укус будет произведен в тех местах, где вам не окажут своевременную помощь, это может быть крайне неприятно. Иногда смещаются и трагические случаи, потому что имеется аллергия у некоторых людей, так же, как на пчел, на осы, на шмелей, аллергию от полпроцента до двух процентов населения имеют аллергию на яды, на укусы различных беспозвоночных животных, и поэтому это вызовет сильнейшую опухоль, покраснение, различные все связанные с этим симптомы, вплоть до судорога, до повышения температуры, обморока, так что паук Каракурт крайне неприятно. К счастью, он живет в более диких местах, не в городских условиях, но, тем не менее, он встречается в районах Одесской области, в районах Херсонской области, юго, юго, Херсонская, Одесская, Донецкая области, по югу распространениям, а также в Крыму. И, конечно же, Каракурт делает не норку, но, тем не менее, иногда он вылезает. Это достаточно крупное, черное насекомое, с пятнышками, если видите большого черного паука, растопырившего лапки, как говорится, не бежите в припрыжку от него, но, по крайней мере, старайтесь поставить свои вещи и свою амуницию туристическую подальше от этого места, и будьте крайне осторожны. Вот такие 10 наиболее опасных групп беспозвоночных животных, которые живут, обитают и прекрасно себя чувствуют в Украине и приносят некоторое беспокойство для человека и являются небезопасными, а иногда и даже опасными для здоровья человека. Будьте внимательны, желаю вам здоровья, счастья, успехов, хороших туристических походов, летов, осенью, и в другие места, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте большие лайки и смотрите новые видео с моего канала. Удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok